друзья интересный факт монтировать свои первые видео на мой канал и я начинал еще на своем старом бюджетном ноутбуке от компании lenovo у него был процессор intel curate 3 6 или 7 поколения 8 гигабайт оперативной памяти и дискретная видеокарта начального уровня mx 130 на тот момент я еще монтировал программе sony vegas 13 и вы удивитесь но все получалось не скажу что ему было легко и программа не вылетала но с простой нарезкой кадров и минимальной анимации ноутбук справлялся на ура я так чему для того чтобы начать монтировать вам скорее всего будет достаточно и вашего нынешнего железа если она конечно есть безусловно существует минимальный порог хождения и все зависит от сложности вашего проекта но зачастую с простой нарезкой full hd видео справится как тот же intel pentium так и райзен от amd с интегрированной графикой на крайний случай можно просчитать прокси в данном же видео мы будем говорить с вами про комфортный монтаж видео в разрешении 4к поговорим о том на что в первую очередь стоит обратить внимание на чем можно сэкономить или докупить позже и расскажу какой в итоге компьютер я себе смог собрать и доволен ли я результатом и если вы впервые на моем канале то меня зовут влад буду благодарен вашей подписке и комментарию обязательно поддержите это видео лайком и начинаем друзья совсем недавно я рассказывал вам про выпуск нового защищенного смартфона с поддержкой 5g сети дуги в 10 так вот глобальная премьера состоится с 23 по 27 августа новинку с очень достойными характеристиками можно будет купить по супер акционной цене всего 199 долларов 99 центов а первые 50 покупателей смогут от этой цены сэкономить еще 56 долларов введя специальный промокод напомню новинка обладает защитой по технологиям ip68 ip69 key и стандарта армии сша мили 3 810 и 8 ядерный процессор от mediatek diamond city 700 8 гигабайт оперативная и 128 гигабайт встроенной флэш-памяти огромная аккумуляторная батарея объемом 8500 миллиампер час и быстрая 33 ватная зарядка тройная камера 48 мегапикселей сканер отпечатков пальцев nfc и умный инфракрасный термометр для быстрой проверки температуры ссылки на покупку дуги в 10 и бесплатный розыгрыш 15 смартфонов от компании специально для вас и оставил в описании но мы возвращаемся к теме видео первое на что стоит вам обратить свое внимание при сборке компьютера для видеомонтажа это то в каких программах вы планируете работать сейчас объясню как и раньше лично для себя я по-прежнему выделяем всего три гиганта видеомонтажа на винде это старый добрый adobe premiere pro для тех кому лень изучать другие программы им так ок sony vegas или сейчас vegas pro и глоток свежего воздуха и возможностей в плане цветокоррекции и других фишек davinci resolve давайте банально быстро пробежимся по системным требованиям каждой из программ adobe premiere pro 2021 года рекомендуют следующие технические требования процессоры intel седьмого поколения или более новые процессоры amd райзен трехтысячной серии или более новые 6 гигабайт оперативной памяти для видеофайлов hd и 32 гигабайта для 4к и более и 4 гигабайта видеопамяти не так уж все и плохо верно нет на практике при таких характеристиках 4к у вас будет подтормаживает сто процентов для комфортной работы 4к вам понадобится минимум процессор intel core i7 от восьмого поколения или райзен 7 от 3000 серии 32 гигабайт оперативной памяти и не меньше от 6 гигабайт видеопамяти в вашей видеокарте и с этим уже можно будет работать и то нет об этом чуть попозже пока посмотрим что требует от нас vegas pro для разрешения 4к intel core i7 7 поколения или аналогичный процессор amd или лучше минимальная частота 3 гигагерца при минимум восьми ядрах оперативная память минимум 8 гигабайт рекомендуется 16 а для разрешения 4к рекомендуется 32 гигабайта поддерживаемые графические процессоры nvidia gtx или rtx или новее минимум 4 гигабайта от amd radeon с четырьмя гигабайтами или более поздней версии radeon pro с 8 гигабайтами для обработки hdr и 32-разрядных проектов либо же уже возложить все силы на интегрированную графику процессора intel gpu hd graphics 530 и более новее при том что программы разные хотелки у premiere pro и vegas pro плюс-минус одинаковые большую роль в данных программах играют ресурсы процессора памяти а уже после видеокарты посмотрим же теперь на программу da Vinci resolve 16 гигабайт оперативной памяти 32 если при использовании fusion встроенный графический процессор или дискретный графический процессор с объемом видеопамяти не менее 2 гигабайта ребята из da Vinci в сравнении с другими программами оказались большими оптимистами указав на минимум 2 гигабайта видеопамяти при том что данная программа просто обожает жрать при монтаже видеопамять за счет чего и ускоряет собственно свою работу и даже 6 гигабайтов видеопамяти для комфортного монтажа 4k видео с эффектами вам будет не хватать как показывает практика необходимо минимум 8 с оперативной памятью то же самое программа новая супер оптимизированная содержит себе огромнейший набор инструментов от простой нарезки видеофайлов до рендера сложных эффектов во fusion но взамен даже 32 гигабайт позу ей не всегда будет хватать лучше 64 одним словом комфортный монтаж 4k видео в da Vinci resolve это удовольствие не из дешевых и благо я знал это до того как начал собирать себе новый компьютер так как весь пакет программ адоб меня полностью во всем устраивает я собирал пока в первую очередь чтобы мне было комфортно работать именно в этих программах хотите верьте хотите нет но пример меня полностью устраивает даже со всеми его мимолетными приколами да небольшая вероятность того что у меня все же доведет существует тогда я просто 1 себе видеокарту и спокойно перейду на da Vinci resolve или же вовсе плюну и за эти же деньги что видеокарта куплю себе macbook pro или macbook air на m1 и буду себе монтировать final cut почему нет на компе примере с прокси более сложные проекты а на macbook final cut что-нибудь простое на тот же youtube но пока расскажу вам какой в итоге компьютер я себе собрал процессор то md райзен 7 37 до 0 x 8 ядер 16 потоков с базовой тактовой частотой три с половиной гигагерца а с turbo boost там 44 процессорный кулер айди куллинг с и 225 x ted так как боксовый сто процентов не справлялся бы материнская плата от msi b450 tomahawk max 2 2 планки памяти по 16 гигабайт с частотой 2400 мегагерц которые остались от старого пока это вообще моя большая боль учитывая что процессор с удовольствием выработал при большей частоте памяти 3200 мегагерц но покупает новый комплект за 170 баксов только из-за этого меня жаба не то сюда это изувечивает поэтому пока нет видеокарта от старой доброй компании палит но не простой серии а гейминг про меня это успокаивает gtx 1660 супер на 6 гигабайт видеопамяти мне очень повезло выдернуть ее из поставки по в то время еще нормальной цене и я по сути прыгнул выезжающий пояс с нормальными ценами и наличием сейчас она стоит баксов на 200-300 дороже у меня два и созды накопителя я почему-то не захотел переплачивать за м2 хотя в этом и был смысл на тот момент у меня же был гудром иридиум типа памяти мл цена 240 гигабайт для системы от старого пока и я приобрел еще один ssd на 1 терабайт от samsung 860 его как раз таки для программ кэша и всех своих видеофайлов с которыми я буду работать на постоянной основе плюс у меня есть хдд на 1 терабайт фирмы toshiba p300 для архива и хранения данных пока мне хватает корпус от компании the quar nexus его я очень хотел себе белый корпус 40 стеклом на боковой части при том что он как по мне очень симпатичные у него есть несколько режимов работы передней панели rgb он также хорошо продуваем и у него нижнее размещение блока питания что мне очень нравится блок питания кстати это то на чем также я никогда не советую вам экономить это то что питает все комплектующие вашего компьютера всякое бывает и лучше всегда брать качественный в моем случае это фирма corsair tx 650 м на 650 ватт монитор у меня два с диагоналями 24 дюйма от фирмы аук 24 в 2 киу тип матрицы айпи с 75 герц довольно простенькие но меня они во всем устраивают мне очень удобно работать с двумя мониторами я рад что в свое время передумал брать один но широкоформатный изогнутый samsung на 34 дюйма с двумя экранами можно сделать гораздо больше например больше timeline комфортно работать с разными источниками одновременно рисовать картинку на превью и при этом смотреть себе видосы в общем сильно экономит время и просто очень удобно тут же у меня старая моя клавиатура от logitech и 280 и она мне нравится тем что она тихая и у нее невысокая посадка клавиш а также мышка от of a touch xl 750 детей и так что по итогу я вам могу рассказать о своем монтаже в программе пример про 2019 года на своем новеньком пк монтировать небольшие проекты видео формате 4k 8 бит с моей sony альфа 6400 можно даже не уменьшая качество предпросмотра но если медиафайлов немного простая цветокоррекция до двух корректирующих слоев и не сложных графических эффектов если проект большой более щепетильная цветокоррекция больше трех слоев переходы с масками и другие графические эффекты сначала ставим предпросмотр на 14 если не помогает старый добрый median condor и прокси рассчитывается относительно быстро тут без вопросов хоть в чем-то я не зря переплатил и после монтажить одно удовольствие так что даже с таким железом в сложных проектах я все равно прибегаю к использованию прокси понятное дело после этого да винчи я пока вовсе не рассматриваю очень хотелось конечно я даже пару раз и устанавливал но все упирается во время которое мне нужно потратить чтобы научиться работать в не хотя бы также как в премьере и больше всего я еще боюсь то что она мне настолько понравится что ту жабу я стану иметь крупным планом и все-таки пойду и куплю себе новую видеокарту поэтому спасибо но пока премьер ван лав и заключение хочу сказать вам еще несколько советов во первых не распыляйтесь монтируйте и улучшайте свои умения в одной программе крутое видео монтаж эффекты цветокоррекция делает не программа а вы сами своими знаниями и опытом изучайте новые инструменты смотрите туториалы улучшайте свой скилл и тогда вам не понадобится смотреть в сторону других программ второе при сборке своей рабочей станции видеомонтажа в первую очередь тратьте больше денег на процессор лучше всего на сегодня в подобных задачах себя проявляет производитель из красного угла ринга а м.д. смотрите от райзен 7 и выше но никак не ниже если intel тот intel core i7 далее минимум от 16 гигабайт оперативной памяти обязательно комплектом из двух планок с максимально поддерживаемой частотой процессором ssd накопитель для твоих программ кэша и медиафайлов хорошую материнку и качественный блок питания если после этого всего ты видишь что тебе не хватает денег на видеокарту с памятью от 6 гигабайт а лучше 8 тогда пока не покупай ее вовсе подключи свою старую купи был у 1050 там на авито или вовсе первое время поработай на интегрированной графике но не бери ни в коем случае ничего ниже иначе это будут деньги выброшенные на ветер лучше три месяца или даже полгода потерпеть но потом купить сразу мощную видеокарту и у тебя будет отличная рабочая станция которую ты грамотно собрал не потратил при этом никуда лишней копейки а то будешь как я купил себе сначала и 3 работать было не совсем комфортно поменял на и 5 решил что проблема не в процессоре это видать моя старая видеокарта 1050 не справляется купил 1660 супер вижу что премьер про видеокарта вообще мало интересует только при рендере куда ускоряет просчет и только когда я купил райзен 7 смени при этом полностью платформа с материнкой я понял что главное все равно было мощный процессор поставил премьер на ssd и узнал как быстро может работать программа а видеокарта это уже дело можно сказать наживное друзья я очень надеюсь что видео вам понравилось и мой опыт советами был для вас полезен если это так тогда обязательно не поленитесь и поддержите это видео лайком пишите в комментариях какой программе монтируйте именно вы какой у вас железо и хватает ли вам обязательно подписывайтесь на канал если вдруг еще не подписаны обязательно жмякайте на колокольчик чтобы не пропускает новые интересные и познавательные видео а меня зовут влад вы смотрели канал давать you до скорого а